Вот она та самая улица Каминского в небольшом поселке Таманский. Всего за сутки стала чуть ли не самой популярной в крае. В сети появился ролик, где вместо таблички с именем героя Великой Отечественной появилось новое название – улица имени губернатора Краснодарского края Кондратьева. На видео также показана дорога, которая, по мнению автора, срочно требует ремонта. Дороги остались вот такими вот ужасно грязными, разбитыми, по которым ходить может только тогда, когда на улице минус. Таким образом, видимо, хотелось привлечь внимание главы региона. Вениамин Кондратьев инициативу о переименовании не поддержал, но видео посмотрел. Увидел, поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил. На деле это оказался всего лишь один квартал улицы Каминского – 280 метров в длину и чуть больше трех метров в ширину. Сейчас на этом квартале улицы Каминского стоят всего шесть домов, остальные на стадии строительства. Как говорят сами местные жители, это в основном дачные участки, поэтому оживает квартал в основном только летом. Круг уже год на постоянной основе здесь живут пока только две семьи. Автором короткометражки стал житель Краснодара Сергей Пинягин. В поселке на этой улице он тоже построил небольшой дом. Решение о таком переименовании принял сам, с соседями не советовался, да и в принципе отношения далеко не со всеми сложились. Я с ним лично как-то стараюсь не поддерживать отношения, потому что этот человек как-то ведет себя несколько вызывающе. Несколько непорядочно ко мне со мной обошелся, то есть он начал пользоваться водопроводом, который я проложила за свои деньги. На дорогах действительно нет асфальта. Не покрыта она и свежим щебнем. Но такая каждая вторая улица в поселке, говорят местные жители. У нас дороги намного хуже, у меня вообще семья многодетная, детей много, и нам бы хотелось самим что-то, но мы просим в администрации. Мы знаем о том, что в администрации не очень много денег, и по возможности что-то мы просим хотя бы, чтобы нам ямы там позасыпали. Ну а чтобы такой человек приехал и тут так сказал, положите мне асфальт, ну это конечно круто. Человек для того, чтобы добиться или привлечь к себе внимания, представившись местным жителем, решил переименовать улицу в честь нашего губернатора. Может быть губернатор и заслужил, чтобы в честь него назывались улицы, но я не считаю, что это неуместно. Поэтому сам этот факт меня глубоко очень возмущает. Просто это очень подлый поступок, если честно. И так, слава богу, администрация нам помогла. Щебеночку просыпали, утрамбовали, вот хорошо, можно спокойно ездить, машина не завязнет, не загрузнет. Пенягин с ними не согласен. Дорога здесь просто обязана быть, утверждает доморощенный оператор. Не расставаясь со своим мобильным телефоном и снимая чуть ли не каждый шаг, в том числе и нашей группы, размышляет о бездействии местных чиновников. И даже считает, что будь на их месте, уж точно бы отремонтировал абсолютно все дороги. На распространении с полгода. Я здесь нахожусь по 2-3 недели. Вы знаете, примерно, сколько в Темлюкском районе есть улиц, дорог, где гораздо длиннее по протяженности, где гораздо больше людей живет. Что они либо в таком же состоянии, либо еще хуже. Почему вы считаете, что эта дорога должна быть приоритетнее, чем другие? Я не считаю, что она должна быть приоритетной. Я считаю, что выполненные обязательства, которые они взяли на себя, они должны выполнять. Почему меня должны интересовать проблемы их, когда у них есть бюджеты, когда у них есть федеральные программы? Давайте представим, вы были главой поселения. На вас стоит выбор, сделать подъездную подъездку? Я еще раз вам говорю, я буду изыскивать способы. Что вы будете делать в первом случае? Я вам в данный момент не могу это ответить, потому что я не глава поселения. Ремонтировать дорогу прямо сейчас в местном бюджете просто нет денег. Да и насколько это целесообразно, если квартал только застраивается, задается вопросом уже глава поселения. Мы дорогу выполнили в таком виде, и средства, которые мы затратили здесь, это были спонсорские, потому как мы не могли собственных средств потратить, у нас их просто нет. На сегодняшний день существует дорожная карта, которую мы согласовали с советом, дорожная карта по ремонту дорог. Какие вперед, какие во второй. Мы включили в дорожную карту эту дорогу, определили план действий, и мы этим вопросом занимаемся. То есть говорить о том, что мы здесь ничего не делаем, и выполнять такие кощунственные действия, которые, ну это неправильно. В бюджете всего 14 миллионов рублей добавляет поселковая глава. А задача в два раза больше. Нужно и подъезды к детским садам сделать, и к земельным участкам для многодетных семей путь проложить. Так может в этом споре нужно расставить правильные приоритеты и прислушаться к мнению всех жителей поселка. Мария Крошина, Алексей Комаров, Кубань, 24, Тимбрюкский район.